всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян ну и конечно же мы в полном составе прыгаем в машину и выезжаем как вы поняли по названию видеоролика мы едем в крым долгожданный видеоролик как для вас так и для нас очень мы хотели поехать как говорится набрались чего набрались короче чего там это набрались и все-таки двигаем едем в керчь как всегда уже четвертый год подряд едем к одной этой женщине чуть позже вам расскажу и в конце видеоролика естественно покажу куда конкретно мы заселяемся с меня в этом выпуске как всегда дорога заправка покажу вам крымский мост покажу вам немножко дорогу в керчи и все это в этом видеоролике с вас лайки комментарии подписочка репосты и погнали в перед тем как мы отправимся с вами в новое путешествие я хочу вам порекомендовать карту тинькофф black лично у меня таких карты целых две я использую карту mastercard и карту мир этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание помимо этого вы также получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров до 15 процентов кэшбэка при выборе категории и до 7 процентов на остаток и хочу заметить что это не какие-то там бонусы а это самые настоящие рубли которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатных пополнений и переводы также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это сто процентов помимо всего этого что я перечислил также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги когда в конце месяца вы открываете у вас там кругленькая сумма ну конечно кругленькая сумма зависит от того сколько вы тратите собственно оформить и посмотрите и разберетесь очень классный инструмент ссылочку я оставляю под этим видео роликом переходите оформляйте пользуйтесь погнали мы начали путь хочу вам показать надеюсь будет видно жара 33 градуса представляете просто невероятно после стольких дождей такое пекло находиться на солнце вообще невозможно ехать нам друзья 200 километров навигатор пишет что ехать нам 4 часа но посмотрим мы выезжаем из новороссийска мыс хака называется . где мы были на протяжении двух дней выпуски трех дней выпуски можете посмотреть получилось очень интересно показали показали ресторанчик очень шикарный который конечно рекомендуем сходить показали город набережную и конечно же знаменитую здесь косу переходите по ссылкам в описании либо в плейлисте геленджик 22 он называется едем по новороссийску выезжаем уже минут 20 здесь прям такие пробки будний день сегодня справа набережная портовая слева прекрасный сквер можно поехать из новороссийска двумя способами первый способ это поехать через анапу а второй способ через станицы учитывая что она постоит я решил поедем через станиц там по крайней мере все зеленое ну возможно и делаю неправильно если вы ездите частенько то комментарии поделитесь как и лучше здесь новороссийске проходим вот такую развязку налево у нас было брау дюрсо прямо анапа и порт кавказ мы соответственно держимся на порт кавказ выезжаем из новороссийска ушло у нас примерно 35 минут чтобы доехать от москва к собственно говоря вы заправляться будем на газпром нефти она чуть подальше примерно там 7 километров на выезде уже мы сейчас заезжаем на газпром газпром нефть смотрите по ценам значит 95 54 95 дизель 50 дороже чем на руснефти но хочу все-таки залить на газпроме и сравним цены на мосту когда там сейчас будем вот и потом в крыму покажу на заправке а там залили переедем дальше выехали мы заправки отсюда нам пишут что ехать нам 175 километров два часа 45 минут здесь снова развязка видите она по порт кавказ налево краснодар направо едем налево а 290 праса камер конечно висит очень много особенно особо не разгонишься но в целом это поселки вот нам нужно уходить налево крымский мост 128 километров здесь уже можно 90 верхне баканский так здесь уже 60 ну короче то газ то тормоз сейчас у нас будет к этим деревням посмотрите сколько припарковано машин здесь а все потому что здесь лавандовое поле ну вон и все останавливаюсь понял не останавливаюсь настенька конечно очень сильно хочет на лаванду уже который год но к сожалению проезжая сейчас ее мирончик спит поэтому мы двигаемся дальше поехал как ведет навигатор вообще забыл дорогу просто непонятно куда едем вроде все слава богу выскочили на нормальную дорогу едем с этого пригорочка открывается вся там мань как на ладони а а а и и а и и Так, здесь он нам предлагает повернуть налево, в сторону Анапы. А дальше, где-то здесь, нам нужно будет повернуть направо. По пути, конечно, бывают такие вот истории. Едет машина, 30 км в час и сплошная, и вот надо ждать разрыв. Здесь сейчас стоим на перекрестке, у нас получается вот налево как раз Крымский мост туда будет уходить, а направо эта дорога, вот если, например, из Краснодара ехать, то можно ехать как раз по этой дороге. Вот указатель Крымский мост направо. Там, соответственно, нужно держаться прямо на Керчь. Здесь такая реконструкция. Я думаю, по идее, здесь должна быть пробка, но, к счастью, пробки нет. Здесь, получается, строится трасса, которая будет идти из Краснодара до Крыма. Там говорили, что можно будет до Крыма доехать буквально за полтора часа. Вот, собственно, она сейчас вот в таком состоянии, эта трасса. Такие небольшие затруднения и вот такие масштабные, очень масштабные реконструкции. Там начали моргать машины в дальнем. Значит, впереди кое-кто стоит. Ну да, вот слева, слева стоят. Пока едем, здесь уже прилично открылись всякие вот эти кубанские ярмарки. Продают и вроде и говорят, что местные персики. На трассе покупать ничего не будем. Завтра пойдем уже в центр Керчи, на рынок. Там купим рыбки, там купим персики, если они реально местные. Вот, ну и заодно покажем, что там за рынок. Какие у нас открываются виды. Вот то, что вы видите прямо, это Таманский залив. Справа у нас за бугром уже там Кучугуры, берег Азовского моря. Слева у нас уже непосредственно Черное море. Благовещенка, там же Веселовка. Это все слева за бугром. Снова у нас развязочка. Порт Кавказ направо, он нам не нужен. Нам нужна Таман и Керчь. Едем вот сюда левее. Вдалеке уже виднеется Крым, друзья. Вон они просторы Крыма. Как давно мы здесь не были. Мы подъезжаем уже к Крымскому мосту и вы можете посмотреть на самом деле достаточно оживленное движение. То есть кто-то обгоняет меня слева, хотя я держу скорость 110 на круизе. Едем мы не одни. Люди едут. Очень важная информация. Перед тем, как вы заедете на Крымский мост, вам нужно решить вопрос со связью. Для тех, у кого МТС. Нужно дополнительно подключить услугу везде как дома. Она называется. Выбрать пакет либо с месячной оплатой 130 рублей в месяц. Либо с ежедневной по 11 рублей в день. Настенька подключила себе именно ежедневную оплату. У меня тоже МТС, но у меня ИП-шные тарифы и они чуть отличаются. Здесь я добавляю себе услугу тоже поминутную. Ой, ежедневную. Это ежедневное списание. Но цена будет 50 рублей в день. Без связи мы оставаться не хотим. Местную СИП-карту покупать мы тоже не хотим. Это будет как-то не совсем выгодно. Поэтому остаёмся на своих тарифах и будет списываться ежедневная плата. Что касается заправки, я, конечно же, рекомендую вам заправиться до моста, где-нибудь в какой-нибудь станице. Либо там, например, я не знаю, в Анапе, если вы там откуда-то едете. С юга там из Сочи. Потому что здесь перед мостом есть заправка огромная, на Лукойлу. Но топливо там уже дороже. И очереди там серьезные. Сейчас будем проезжать. Я вам обязательно покажу. Также на заправке можно купить местную СИМ-карту в Крыму. В Крыму нет наших операторов. Там идёт волна и оператор ВИН. До моста остались вообще считанные километры. Вот она идёт. Первая заправка. Лукойл вот с левой стороны. Это, получается, при выезде она, конечно, битком. Сами можете посмотреть, всё увидеть. По ценам 95,55,32. А дизельное топливо я не увидел. Сейчас вот на этой заправке посмотрим. Здесь заправка уже, собственно, по нашу руку. Здесь можно отдохнуть, если вы едете издалека, например. Так, и, значит, смотрим. Дизельное топливо здесь стоит 51,86. 55,32,95. Нет, цены такие же. Сейчас посмотрим, как на Атане. Но вы сами здесь можете заметить, что людей очень много. И встать в пробку здесь тоже можно. Перед тем, как мы вместе с вами заедем на полуостров Крым, я хочу вам порекомендовать наш авторский гайд по Крыму. Мы пропутешествовали его неоднократно. И один раз даже мы сделали так, что путешествовали по Крыму два месяца с палаткой, представляете? И всё это с детьми. Естественно, мы прописали кучу маршрутов, точек, где останавливаться с палатками, достопримечательности, как добраться, что с парковками, где покупать воду, еду. Куча полезной информации. Ценность гайда просто колоссальная. Мы поставили минимальную цену всего лишь 490 рублей. Как приобрести, я оставлю ссылочку в описании под этим видеороликом. Переходите, приобретайте, изучайте и путешествуйте по Крыму с легкостью и с удовольствием. Погнали дальше. Проехали все станицы, пока Мирончик спал, еду не купили, очень голодные вообще. И сейчас уже будем покупать что-нибудь, там какой-нибудь булочки может быть, уже непосредственно в самой Керчи. Вообще, если едете, лучше, конечно, заехать заранее где-нибудь подкрепиться, потому что потом тут начинается реконструкция и так далее и тому подобное, и уже негде-то и поесть. Посмотрите с правой стороны, какие огромнейшие плантации. То ли винограды, ну да, это виноград, это явно не персик. Красотища, вот она тамань. Ну а мы, собственно, с вами вот прям до моста осталось 500 метров и заезжаем на мост. Ну покажу вам самую актуальную обстановочку здесь сейчас, посмотрим сколько машин, посмотрим досматривают, не досматривают. Такое интересное, я сейчас табло висело, там написаны номера машин, которые превышают вес. Их, видимо, естественно, сразу будут останавливать. Ну, собственно, вот все, внимание, впереди зона транспортной безопасности, сбавляем скорость до 70, ДПС 400 метров, мощнейшее сужение, дальше скорость до 50. Ой. И утыкаемся, слушайте, вообще прям, типа такая пробка. Так, движуха здесь, так сказать. А, здесь прям стоп-контроль, нужно обязательно остановиться. И ехать дальше. Остановка на мосту запрещена. Крымский мост, друзья, попадаем мы на Крымский мост с вами. На мосту разрешено ехать со скоростью 90 км в час. Справа уже видна Керчь, друзья. Спереди нас ожидают эти арки. Параллельно с автомобильным мостом еще идет железнодорожный мост. То есть в Крым можно приехать на поезде, вдруг кто-то не знает. Отправляясь в путешествие, всегда создаешься вопросом, где купить билеты? На чем вообще поехать в свой отпуск? Где жить? И вообще, как организовать свой отпуск, свое путешествие, чтобы оно прошло максимально эффективно и хорошо? И знаете, у меня есть ответ. Я хочу вам порекомендовать сервис, который так и называется Яндекс.Путешествие. Здесь собрана вся нужная информация. Здесь вы можете найти отели, любые виды размещения. Все находится в одном месте. Все для облегчения выбора акций и скидки. Помимо отелей, вы можете здесь же, никуда не выходя, найти себе авиабилеты. Посмотреть даты, выбрать подешевле, отсортировать любыми фильтрами. Цены от разных поставщиков. Это, конечно, очень удобно. Также здесь очень удобный поиск. Все, чтобы выбор стал гораздо проще. Специальные предложения здесь также имеются. Если вы решите справиться в свое путешествие на поезде, то через этот сервис вы также можете приобрести выгодные ЖД билеты. Быстрая покупка на сайте, онлайн возврат ЖД билетов. То есть, если у вас что-то не получилось, вам не нужно никуда будет ехать, прямо через сервис все вернете. Круглосуточная поддержка. Это, конечно же, огромный плюс. Ну и, конечно, акции и скидки. Если вам где-то нужно передвигаться и вы выбираете автобусы, то и здесь вы можете купить билеты на автобус. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие туром, то на сервисе Яндекс.Путешествие вы также можете найти выгодные туры. Но причем здесь будет 5% кэшбэка, если оплачиваете баллами Плюса. Круглосуточная поддержка, любые опции и цена не меняется. А не как в некоторых. Берешь тур, приезжаешь и тебе еще накидывают определенные суммы. Ссылочку на этот сервис я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Обязательно переходите, пользуйтесь. По моей ссылочке ваши путешествия будут еще выгоднее. Погнали дальше. Вот слева хорошо видно уже железнодорожный мост. Вот они, арки, прям в упор. Ночью они светятся. Прям спереди виднеется уже холм, метридатская лестница. Там шикарнейшая смотровая площадка. Обязательно там в следующих видеороликах погуляем. Ну собственно вот мы и спустились с моста. Будем заезжать в Керчь. Но на самом деле мы туда уже заехали. Просто повернуть с моста прям сразу ехать в Керчь не получится. Сделана развязка. Нам нужно проехать еще примерно 20 километров. И после этого уже на бабочке спуститься в Керчь. А так к сожалению не получится. Вот нам по идее туда налево надо ехать. Но вот увы. А это собственно мы сейчас заезжаем непосредственно на осмотр. Если когда уже выезжаешь из Крыма, то вот слева. Все аналогично только с другой стороны. Здесь как-то все по лайтове. Согласны? Как-то на въезде все более так вот прям ожесточено. Но это понятно. Кто поедет аккуратнее, смотрите сразу после моста идет реконструкция. Вот поэтому естественно не разгоняйтесь. Ну а теперь собственно давайте я расскажу вам куда мы едем. Первый раз когда мы приехали в Крым в девятнадцатом году в Керчи. Очень долго искали жилье. И в итоге, так сказать методом тыка, нашли один домик, который находится в самой Керчи. Называется гостевой дом у Высоцкой. Постучались туда, вышла женщина, нас встретила. Самое главное нас разместила. Зовут ее Елена Владленовна. После этого у нее появилось еще два гостевых домика в Керчи. И один находится прямо на берегу в Героевке. Мы тоже там отдыхали уже три раза. И конечно это очень классно. Ты вышел из номера и сразу в пляж. Собственный пляж. Ходите на центральный пляж, можете пройтись буквально две минуты. Естественно все покажем, все расскажем. Сейчас будем поворачивать. Покажу вам сам вот этот поселочек Героевка. И самое главное, что в Героевке считается самый лучший пляж во всей Керчи. Вот собственно с самой Тавриды мы уходим. Съезжаем направо и попадаем в саму Керчь. А дальше двигаемся по Керчи в Героевку. Попадая в Керчь, ощущаешь себя вообще там в далеких-вдалеких каких-то годах. Есть все такие постройки, заброшки, какие-то заводы. Но есть места конечно, которые очень-очень красивые, исторические. Их точно стоит посетить. Мы сейчас подъезжаем как раз к заправке АТАН. Если вы долго путешествуете по Крыму, то я рекомендую заправляться именно на этой заправке. Вот она желтая, АТАН называется. Еще есть одна, называется... Как еще она называется? А, ТЭС. Заправка ТЭС, она такая фиолетовая. И давайте по ценам. Дизельное топливо 57,99, 95, 55,99. Ну на самом деле не сильно эта цена отличается. В том году ценники были дороже. В Керчь висит стела. Все мы в Керчи, друзья. Здесь, короче, такие прикольные газели ездят. Морда от газели, а кузов вообще не от газели. Сейчас просто такую встретили одну на остановке, я сразу вспомнил. Сейчас здесь по пути попадется, обязательно покажу. Такие вообще прикольные. Так, слева магазин был ПУД. Точнее справа. Это магазин, ну такой гипермаркет в Крыму, где можно покупать продукты. Ну типа аналог магнита, пятерочки. Здесь нету. Магнита в пятерочке, ничего такого, что мы там привыкли видеть у себя там на материке. Вот. Здесь этого нет. Ну, наверное, скорее всего пока. В ближайшее время, думаю, изменится. Крепость Керчь, вот нам, собственно, и ехать налево. Вот, смотрите, слева едет маршрутка. Газель, видите, морда. Ну, газели, а кузов нет. Странные такие аппараты. Вот еще такая же желтая едет, тоже посмотрите. Эти прикольные. Я на самом деле не знаю, либо только сегодня так, либо постоянно так, но сотрудников ДПС стоит просто огромное количество. Я не знаю, на каждом углу. Нам прям повезло. Машина отъезжает, и мы заезжаем. Ну что, пойдемте, купим булочек. А что должно гореть? ЛТИ должно гореть. Пойдем. Здесь сразу такой базарчик. Булочки, овощи, фруктики. Но нас интересуют только пекарни. Пока что. Вот, кстати, пуд. Вот он, зеленая вывеска. Здесь же, кстати, есть банкоматы, можно тоже снимать. Мы всегда пользуемся картой МИР. Но здесь, тем более, это очень актуально. Вкуснотища. С ценниками. Что они раздевают? Я не знаю. Ну ты что хочешь, я буду. И вон ежевика, какая крупная, говорит. Ну. Какая большая ежевичка. Ну. Нормальные цены. Помидорки. 50. Колбаски. Разные. Мы купили большой осетинский пирог с мясом. Что мы еще взяли? Вот осетинский пирог. Уже половины нету. Пацанам взяли с курицей пироги. И еще с вишней. Наконец-то мы поели, подкрепились. Нам осталось буквально считанные километры. Сейчас вам покажу немножко сам поселочек. Ну так водную часть его. И покажу, собственно, где же находятся эти апартаменты у Елены Владленом. Ну что, Гриш? А ты же и район Керчи не считаешь. Ну правильно, это микрорайон Керчи. Раньше был отдельный поселок. Время сейчас 16.20. И, собственно, мы добрались. Вот, собственно, мы и подъезжаем. Куда подъезжаем? Ну вот, собственно, и в Героевку сыночек мы и подъезжаем. Вот сейчас у нас поворот налево. Вот на горе стоит такой парус. Эльтигин. Огненная земля. А вот там написано Героевка. Нет, там написано Эльтигин. Указатель места для купания. Да, пляжи здесь вообще бомбические. Здесь вообще на самом деле много всяких вот раскопков в Керчи. Керчь очень богатая на исторические всякие сооружения. И Героевка не исключение, естественно. Здесь крепость Керченская, историческая. Сходим обязательно в следующих видеороликах, все посмотрим. Вот она парковка. И вот, собственно, городской пляж. Но нам городской пляж не интересен. Нам нужна Елена Владленовна. Так, здесь как-то вот так вот нужно ехать. Здесь вот магазинчики. И детская площадка. Такой вот проулочек. Так. Сейчас. Машин много, слушайте. Вообще прям. Да не, почему? Было так. Бывало. Здесь установлен катер десанту. С левой стороны. Вот покажу вам его. И также здесь есть музей. Вот здесь вот слева. Здесь госпиталь, по-моему, был во время Великой Отечественной войны. Памятник истории. И вот Елены Владленовны прямо сюда выходят окна. Здесь тоже можно походить. Обязательно походим, покажу. Так. И поворачиваем мы налево. Помнишь? Помню, помню. Вот. Ух ты. Поставили парковочные штуки. Теперь, как говорится, спокойно не запаркуешься. Но здесь, конечно, в этом плане они молодцы. Слушай, Настенка, смотри, что я вижу. Они сделали это здание. Да, прикольно. Но вообще это было их здание. Ну да, да. Вот. Мы жили вот здесь на втором этаже. Это вот ее здесь апартамент. Мы сейчас обязательно с ней свяжемся. Посмотрим. Так. Да, 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 да. Это беседочка. Позвоним ей, посмотрим. Ой, как здесь здорово сделали, окультурили. Ну слушайте, молодцы. На месте они стоят. Вот про что я вам говорил. Прям сходу, видите, мы с машины. Вот зона. Вот первый пляж. Первый пляж. Он такой маленький. А там дальше второй пляж. Сейчас найдем до него. Елена Владленовна, мы приехали. Вот она, наша Елена Владленовна. Здрасьте-здрасьте. Но мы на самом деле с пополнением... Я слежу за вами. Вы что думаете? Конечно. Здравствуйте. 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 hogенького привезли. Я за вами слежу каждый день. Так что файки вам ставлю. У нас не только влюблений, и наши еще uno и еще и будут. Не успели заселиться, а Мирончик все, пошел осваивать территорию. Я говорю, ему наколенники надо одеть, и пусть ползает. Вон, чтоб море не уполз. Лена, вот Лена нас сразу же пригласила кушать. Какие-то свежие рапаны у нее. Говорит, сейчас я вам их сделаю. Отбивные из рапанов. Пацанам суп с лапшой домашний. Сейчас вот зашли сюда в эту потрясающую беседку. Сколько раз здесь ужинали. Смотрите, вот здесь открывается шикарнейший вид. Вот. И будем кушать. Смотрите, какая красота. Я заодно у нее узнал за пляж. Потому что здесь был пляж метров 15. Представляете, вот эта вот ракушечка песочная. В итоге она говорит, что осадков было зимой очень сильно много. Он просто ушел. Но говорит, если будет стоять жара долгое время, он обязательно появится. Ну вот, выглядит это все вот так вот. То есть вот это вот, где вот камни, вот это вот все, это был раньше пляж. Вот этот собственный. Но она говорит, мы ходим купаться вот сюда. Как бы да, здесь тоже классно. Видите, мало людей, песочек, заход, все потрясающе. Ну какая красота. Это рапаны. Вот. Это, собственно, это такое деликатес, ты нигде не поешь. Это я тебе говорю, не в одном ресторане. Это отбивные с рапана, вот только с моря. Обалдеть. Пахнет вкусно, приятно, рыбный. Я просто не любитель морского. Да, славя просто не умеет, ты есть ни мизии, ни ничего. А Настенька это все дело любит. Плохо тебе сразу? Нет, мне плохо, я просто не ем. А ты попробуй. А я попробую, конечно. Он даже печени не ест. Он говорит, я не ем органы животных и морских тварей. А я наоборот люблю. Садитесь, пока их нету. А где они? А я вон они там, мы расстаем, буду пробовать. Свежайшие, только-только-только. А ты... Говорю этой женщине, подожди, ей все не втерпешь. Да такое она же. Булку в машине взорвала, не успели встать. Осетинский пирог. Осетинский пирог, какая разница? Я бы его не дожала, если знала. Нет. А его чем бы попробовать? Давай, рассказывай. Или ему что-нибудь эту супу подавлю. Рассказывай, что ты насел. Ладно, на, попробуй, наверное, вкусно. Не бойся. Это как рыба в кляре. У нас хрящи какие-то, да? Нет, это... Это вот настоящий рапан с ракушкой, вот эта, которая море сушит. Я отбила его и во фритюре. Я, конечно, не любитель всех этих морских штуковин. Ну, типа мидии, там вот эти устрицы, рапан. Я, конечно, попробовала. Прикольная штука, но не мое. Я вон по-стариночке. Супчик с лапшой, как пацаны. А, Настенька, вот за обе щеки. Блук-блук-блук-блук. Уже тарелки почти нет. Это вот так вот. Я не знаю, какая муха Артема укусила. Но он уже вторую порцию наяривает дома. У Лены Владленовны просто очень вкусно. Тарапаны труд, мой ладенький. Молодец. Сейчас поправишься. У Лены Владленовны это похудел. Люся, ну, давай мы с тебя откормим. Вкусно. Давай, ты мой маленький. Вот как надо. С бубнами, да? Вкусно так. Как вкусно. Давай. Кушай, кушай. Как вкусно. Ему бы картошечку не было. Он любит картошечку. Глаза птичка хорошая. Да, да. Вот это мы объелись. Нет, мы просто обожрались. Вообще просто что-то невероятное. Это гостеприимство. Обязательно приезжайте к Лене Владленовне. Просто звоните, контакты оставлю. Всегда, в принципе, оставляем и в Гайде по Крыму. Контакты тоже есть. Хорошая женщина, очень хорошая. Сами приедете, сами видитесь рядом. А сейчас пойдемте, я вам покажу наш номер. Ну, они все, в принципе, однотипные. Покажу, например, и наши. А потом пойдем искупаемся. Здесь есть летняя кухня. В принципе, все необходимое имеется. Мы будем подниматься на второй этаж. У нас номер на втором этаже. Опа, 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 опа. Еще мусорочки. Здесь открывается у нас прекрасный вид. С террасочки такой на море. Ух ты, как у нас отчетливо виден Крымский мост. Когда был дрон целый, я делал сюда пролетаром между этими деревьями. Отлетал. Так, ну и, собственно, номер. Так, заходим. Помните, что она изменилась? Опа. Вот, собственно, здесь одна большая кровать. Одна тоже, кстати, большая кровать. Зеркало, кондиционер. Есть стол. Есть телевизор. Есть холодильник. Красивые такие окна, часы. Так, что там? Связь, интернет. Все это есть. Вот, такой маленький, очень уютный. Белое, чистенькое белье. Первый раз, когда заселились Леня Владленовна, еще в тот гостевой дом на Высоцке, мы сразу оценили, насколько она следит за уборкой. Это прям, прям идеально все. Ну и, собственно, ванная комната тоже небольшая. В принципе, все есть. Унитаз, душ и раковина. О, новый кран поставили. Вода, естественно, тоже есть. А вот из этих окон, я вот вам, помните, заезжал и говорил, что куда вид открывается? Вот как раз. Вот. Но вот этот госпиталь. Да, вообще идея прикольная, когда ты сидишь и смотришь в окно большое. Теперь, наверное, на минут 20 надо полежать, прийти в чувства и пойдем искупнемся. Вот, смотрите, вот машина стоит. Вот домики. Вот так вот просто разворачиваемся. И все, и проход к пляжу. О, здесь была территория тех люксового номера. Нет, здесь просто идут все. Ну вот, вот, вот тут вот. И все, идите, раньше сюда мы спускались, здесь был пляж. В песке все было. А сейчас вот так вот. Да. С мыла. Ну не, пойдем сейчас на флот купаться, там где сохранился песочек. Все, сейчас будем купаться. Моишка так спокойная. Закат прямо за спиной. Здесь он не в море падает. Освежает после штормов. Красота. Нифига здесь мелко стало. Да, раньше здесь прям можно уже было плавать. А сейчас нет. После дороги, насколько же классно покупаться в море. Дно песчаное. Как приятно. Ну, здорово, вот можно забежать. Просто постоять. Не знаю, видеть или нет, но вода вообще прозрачная. Видно ноги. Вот я полностью стою. Надеюсь, видно было. Крымский мост. Тамань. Вот там вот, за бугром, дальше туда Каяшевское озеро. На Каягу. Надеюсь, получится съездить в этом году. А Пугский заповедник. Надо, правда, будет разрешение сделать. Мирончик счастлив. Мирончик? Мирончик? Эй! Ты ракушки едешь? Беги в море скорее, давай. На попу там садись. Ой, пацан счастлив. Вот здесь прям реально потрясающий отдых. Вот просто без всяких набережных, без всего. Просто приехал и отдыхаешь. Да, сам идет, ага. Опа. Ну и магазин пошли. Посмотрите, дерево, шелковица. Причем вообще не тронутая, она даже снизу вот. Берешь просто. Вот так вот. Собрал. Я еду шелковицу съем. Вот так вот. Сложно выбрать хорошую. Вот. Вон. А дай себе мне шелковицу. Блин, офигенно, да? Блин, можно я? Мам, а вот такую можно? Там говно аккуратно. А вот такую можно? Мам, мам, ну да, можно. Причем не может. Здесь же возле шелковицы вишня растет. Вообще классно. Вот за это мы любим Крым. У папы, у папы, у папы есть елки, да? М-м-м-м. Как мы что? Да. А у меня... Оп, а он этот путь не знает, когда она такая. Давай, кем? Вот вам и ужин. Вот. Вот и поужинали. Чуть прошли алыча. Смотрите, какая спеленькая. Отходим от алычи. Голову поворачиваем. И тут миндаль. Артем, он еще не спелый. Не нужно его срывать. Смотрите, какая красота. Вот эту штуку снимаешь, и там уже непосредственно сам орешек. Зашли здесь в магазинчик. Вот тут вот он на пятачке. Вот этот красно-розовый какой-то. На самом деле, если здесь вот отдыхать вдолгую, то лучше ездить в саму Керчь, там закупаться. Мы просто сейчас вечером решили пройтись, осмотреться по ценам. Например, литр молока стоит 110 рублей. Милушка. Что мы еще взяли? Чучкелу мы взяли 100 рублей. Яйца по 85 десяток. Ну, короче, здесь немножко завышенные. То есть лучше гнать в саму Керчь. Такие прям... Ну, извините меня, вот тут набережная и море. Поэтому, наверное, и цены такие. Плюс привезти нужно. Будем с вами прощаться. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Делайте репосты. И до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok